здравствуйте с вами николай пивненко в проекте дата на календаре 9 января родившихся 1890 году мир узнал о рождении будущего классика чешской литературы двадцатого века карила чапика он активно занимался литературой с 1916 автор знаменитых пьес средства макропулоса мать а также романов фабрика абсолюта горду бал и война саламандрами 1913 год в этот мир приходит ричард милхаус никсон 37 президент соединенных штатов америки и единственный который покинул свой пост самостоятельно дабы избежать импичмента но для советской истории это был очень необычный президент у него сложились самые теплые отношения сначала в качестве вице-президента с никитой хрущевым а после занятия главной должности должности президента с леонидом брежневым это были пожалуй самые теплые наши с американцами отношения новейшей истории ну а теперь о некоторых событиях и начнем события которые к сожалению навсегда будет пожалуй одним из самых кровавых нашей истории 9 января 1905 год утром петербургские рабочие под предводительством георгия гапона двинулись сторону зимнего дворца чтобы передать императору петицию о рабочих нуждах в разных частях города протестующие встречает сопротивление у нарвских ворот в них врезался отряд комнатный гренадер на каменно островском проспекте по рабочим открывают огонь части павловского полка а у академии художеств участников шествия накинулись казаки с обнаженными шашками в этот день ни один военный не погиб однако рабочее движение не досчиталось нескольких сотен членов товарищи русские рабочие нет у нас больше царя напишет в своем послании тем же вечером гапон который кстати со временем тоже плохо кончат 1951 год официально открыто здание штаб-квартиры организации объединенных наций в нью-йорке и на сегодняшний день он единственная в мире организация которая пытается решать международные проблемы хотя как вы понимаете прийти к стопроцентному пониманию практически невозможно но надо стараться в 2007 году миру представлен первый iphone рядом всегда конкуренты samsung и прочие однако он первый с того времени трудно себе представить мир прежним сегодня этот гаджет для некоторых роднее самых близких это вся наша жизнь которая умещается в железной коробочке который у тебя в руке мы слиты буквально воедино многие судачат они опасно ли это ну в глобальном смысле для человечества попробуйте сами ответить на этот вопрос пообещав себе не пользоваться своим телефоном хотя бы одни сутки с вами был николай пивненко в проекте дата